МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"Сон". Тема нашего эфира сегодня. Сновидения – это сказки, о которых мозг рассказывает сам себе. Сон – это такое свидетельство любви Бога к человеку. Заворонки притесняют сон. Периодическая система раньше приснилась Пушкину, но он просто ее не понял. Почему так тяжело 24 часа не спать? Михаил Григорьевич, часто можно услышать, что сон – это важнейший процесс в организме. Почему? Потому что без него невозможно жить. Как-то природой задумано так, наверное, что каждый день мы должны погружаться в это странное состояние. В это время мы беспомощны, на самом деле. Мы не можем ответить на внешнюю угрозу. Тем не менее, с такой пугающей чистотой на каждые сутки мы должны в нее погружаться. Значит, он для чего-то нужен. Ну и в доказательство от противного, если человека лишить сна, то у него начнут развиваться различные расстройства. Прежде всего, памяти, внимания. А потом могут развиться и расстройства деятельности других внутренних органов. Значит, состояние сна необходимо для мозговых функций и для функций других его систем. Вадим Ильич, а что такое сон? Каково определение? Ну, я затрудняюсь точно дать определение. Я продолжу рассказ Михаила Гурича, для чего нужен сон. Мне очень нравится такое определение. Недавно была первенна книжка американского сомнолога, очень известного. И он говорит, что сон – это как швейцарский ножик. То есть, для каждой болячки у сна найдется свое лекарство. То есть, мы говорим о том, что во сне идет лечение организма. Вот я считаю, что это основная функция. Потому что, если бы не это, то природа бы не создала бы сон. Это опасное состояние, когда организм обездвижен. Если это зайчик, то его там волк скушает. Если бы это не нужно было, то сна бы не было. А для чего нужен сон? Мы почему-то никогда не задаем вопрос, для чего нужно бодрствование. Для нас это понятно и очевидно. А сон, как правило, рассматривается как какое-то приложение к бодрствованию. На самом деле, сон – это такая же абсолютно полноправная форма нашего существования, нашего бытия, как и бодрствование. Только организована она по-другому. Физиологически, биохимически, психологически и так далее. Но сон несет множество важных функций для человека. Я бы их условно классифицировала в три блока. Первый блок – это восстановление. Восстановление метаболизма, состояние внутренних органов, иммунитета и так далее. Способность воспринимать информацию. Второй очень важный блок – это психологическая адаптация, психологическая защита. И третье – это формирование, развитие, особенно это важно в детском возрасте. Восстановление нейрональных связей и так далее. Есть разные исследования по этому поводу, которые говорят о том, что сон у ребенка способствует развитию высших мозговых функций. Да, некоторые дети даже первые слова во сне начинают говорить раньше, чем это делают бодрствование. Есть такие наблюдения. Отец Александр. Во всяком случае, как хорошо знает моя жена, из всех видов активного отдыха, я считаю, сон является самым хорошим. Я, правда, его считаю видом активного отдыха, потому что я не могу себе представить то количество вещей, которые стоило бы уложить без собственного участия в те или иные полочки, продумать, изжить, забыть или, наоборот, сохранить в памяти, что происходит во время сна. Знаю, что для многих людей, у меня как-то такой приход состоит из многих людей творческой, творческих профессий. И очень многие из них мне говорят о том, что у них большая часть некой внутренней работы, конечно, происходит во время сна. А это действительно так? Это повод, собственно говоря, для моей постоянной внутренней дискуссии с Еленой Санной. Как раз, да. Я считаю, что все-таки большинство важных творческих дел было совершено человеком в бодрствовании. И очень редко во сне мы находим какой-то ответ на мучающую нас задачу или вопрос. Вот, Елена Александровна, может быть, вы выступите оппонентом? Ну, я скажу таким образом. Сновидение... Вообще, что такое творчество? Творчество – это создание чего-то нового. Это принципиально иной взгляд на ситуацию, отступление от каких-то принятых шаблонов, правил. Иначе невозможно создание чего-то нового. И сон, он помогает представить информацию в некой неординарной форме. Какой-то пример вы можете привести? Да. Например, немецкий химик Кекули увидел во сне змею, которая поглотила свой хвост. Он очень давно работал над химической формулой бензола. И увидев этот образ, он понял, что химическая формула бензола должна иметь циклическую структуру. Менделеев – очень такой яркий пример, который долго работал над периодической системой химических элементов. Но ведь что главное в этой системе – это ее форма. Вот создать эту форму можно только взглянув на имеющееся знание неординарно. И вот сон дал ему такую возможность. Простите, а это вот не мифологическое такое пост-представление? Потому что, ну, это красиво, но это может быть легендарная история? Ну, это документально подтвержденная история. Я просто уточняю. Да. Тем не менее, очень многие могут сказать, что, пробуждаясь утром, они вдруг понимают для себя что-то принципиально важное. И, как есть такая шутка, что периодическая система раньше приснилась Пушкину, но он просто ее не понял. То есть, для этого нужно долго и напряженно работать, набирать, копить информацию, перерабатывать ее, анализировать ее. И потом уже сон является тем пусковым механизмом, тем пусковым моментом, который подталкивает человеку к этому открытию. Отец. Ну, я считаю, что действительно сон – это один из важнейших жизнедеятельных процессов человека. В среднем, наверное, одна треть проходит жизни человека именно во сне, да? Хотелось бы больше. На самом деле, сон, как мне вот кажется, это такое свидетельство любви Бога к человеку. Есть момент, где ты можешь отдохнуть. Есть момент, без которого, в общем-то, ты не можешь существовать. И мне кажется, что сон – это свидетельство того, что Бог существует. Это заложено у нас в генах, да? И это необходимый такой процесс, на самом деле, деятельность. На сон большое внимание обращают святые отцы. В своей аскетике. Причем они говорят о размеренности сна, о индивидуальном подходе. Каждый должен подходить ко сну. И этому уделяет очень-очень большое значение. Продолжим наш разговор. После короткой паузы никуда не уходите. А сны – это странная вещь. Они не нужны с точки зрения физиологии. Наш мозг устроен таким образом, чтобы мы не запоминали сновидение. Это ведь, возможно, несовершенство метода исследования. Сон – тема нашего эфира сегодня. А что происходит во сне? Чем сон отличается от бодрствования? Если я скажу всем, то это может быть будет очень сильно. То есть биохимия мозга полностью переустраивается. И вот когда мы говорим о сновидениях, это же фактически измененное состояние сознания. Но наш мозг устроен таким образом, чтобы мы не запоминали сновидение. Потому что если мы будем какие-нибудь кошмары запоминать, то это будет плохо. И вот когда некоторые люди говорят, что я не помню сновидение. Видимо, они не правы. Просто у них очень хорошо работает механизм стирания этой информации. А что происходит во сне? Нет, я повторюсь, что самая главная функция сна – это восстановление нашей молекулярной кухни. А почему мы не помним сновидение? Это один из самых популярных, я знаю, вопросов. Да, действительно, это популярный вопрос. Скорее всего, в это время структуры, которые отвечают за складирование информации в памяти, это гиппокамп, есть такая основная мозговая структура, они в это время, во время сна со сновидениями работают по-другому. И они работают, причем с разными видами памяти в разных состояниях сна. И, скорее всего, та информация, которую чаще всего мы запоминаем вообще в жизни, это информация о том, что с нами происходило, это эпизодическая, называется, память. Скорее всего, в фазе быстрого сна именно вот этот путь в эпизодическую память, или путь отложения эпизодической памяти в мозге, он оказывается прервавшимся, прерванным. Вот у меня такое впечатление на основании изучения научных данных. Известно, что быстрый сон, он помогает другому типу памяти, так называемой процедурной памяти, чтобы лучше запоминать, как что-то делать. Вот мы некоторые вещи делаем, и мы не знаем, как мы это сделали, да, у нас навык какой-то формировался. И вот показано, что сон со сновидениями, он очень хорошо помогает формированию навыка такого непроизвольного двигательного. А вот саму вот эту эпизодическую память, запоминание эпизода в жизни, он, скорее всего, не блокирует, но он не способствует улучшению. А зачем вообще нужны сновидения? Да они не нужны с точки зрения физиологии. Да, вот с точки зрения... Тогда откуда они? Ну, есть позиция как раз физиологическая, есть позиция психологическая, психоаналитическая. Я озвучу только физиологическую позицию. Что вот с точки зрения физиологов, сновидения – это сказки, которые мозг рассказывает сам себе. Вот время от времени во сне, каждые полтора часа, возникает возбуждение в определенной зоне мозга, в конкретной совершенно в центре быстрого сна. И это возбуждение распространяется по разным отделам мозга. Причем вот обязательно каждые полтора часа это должно произойти. И это возбуждение, когда распространяется по разным отделам мозга, оно высвечивает так называемые следы памяти. Это то, в чем содержится, собственно говоря, информация о том, что с нами происходило. Чаще высвечиваются свежие следы памяти, то, что с нами недавно происходило перед сном. Поэтому часто очень мы видим как раз то, чему мы были свидетелем перед укладыванием в постель. Телефильм, разговор с кем-то нам может присниться очень легко, потому что это свежие следы памяти. Там очень хороший электронный ток по этому пути идет. Но иногда вот эти вот импульсы из центра быстрого сна, они могут растормозить старые следы памяти. И мы видим, например, мы ведем, например, с кем-нибудь там диспут во сне, в антураже, который пришел к нам из какого-нибудь нашего детства, наш там старый дворик, речка и так далее. И вот это вот смешение вот таких вот непонятных совершенно деталей сновидений как раз с точки зрения физиологов и говорит о том, что растормаживаются совершенно хаотично следы памяти в мозге, но чаще растормаживаются более свежие. Но это взгляд физиологов. Нет, я вот тоже физиолог, я с этим не согласен. Вот мне очень нравится позиция отечественного физиолога Вадима Ротенберга. Он пишет, что бодрствование наше дневное сознание, оно обрубает лишнюю информацию. То есть для дневного сознания нужно четко событийное понимание, что происходит. Лишняя информация, она обрубается, уничтожается. Но в подсознании эта информация сохраняется. И сновидения нужны для того, чтобы использовать всю информацию. Я с этим согласен. Чтобы организм мог воспользоваться всем букетом информации, которая есть. Как это физиологически осуществляется, мы не знаем. Лена Александровна, откуда берут сновидения? Главное, зачем? Сновидения – это важная часть нашей психической деятельности. И вот я продолжу физиологическую точку зрения и выскажу точку зрения психологическую, которая, на мой взгляд, является очень логичным и, так скажем, неконфронтирующим продолжением физиологической теории. Вот Михаил Гуревич сказал о том, что оживляются следы в сновидениях. Но почему в тех или иных сновидениях оживляются именно эти следы? Почему сегодня мне приснился мой друг, а вчера мне приснился мой учитель? Хотя ни вчера, ни сегодня, ни с другом, ни с учителем я не встречалась. Почему произошло именно так? Почему этот сон мне приснился именно сегодня? И я хочу вспомнить очень красивое высказывание Фёдора Михайловича Достоевского. А сны – это странная вещь. Это сон смешного человека, его рассказ. А сны – это странная вещь. В них пересекаешь пространство и время, и переходишь через законы бытия и рассудка, и останавливаешься на точках, о которых грезит сердце. То есть сновидения выбирают, вычленяют то, что на сегодняшний день для нас является самым значимым. И следы, если оживляются, то те, которые для нас сегодня и сейчас очень важны. Именно поэтому сновидения несут для нас вот ту информацию о том, что сейчас является для нас самым важным. Иногда они просто пытаются достучаться до нашего осознания и сообщить нам нечто очень важное о нашем здоровье, о наших проблемах, о наших желаниях и так далее. – Отец Александр. – Ну, сегодня у нас такая хорошая очень возможность, может быть, двум священникам меньше самим рассуждать, потому что мы не профессионалы, но больше задавать вопросов, если позволите. Меня, признаться, смутило ваше слово «хаотично всплывают». Хаотично всплывают – это ведь, возможно, несовершенство метода исследования. Вот есть такой момент, который меня всегда тревожит. Я читал интервью с некой дамой, которая была вовлечена, так или иначе, в проект «Нейролинк», связанный с возбуждением тех или иных участков коры и изучением отклика на это электрическое возбуждение. И она говорит, мы, исследователи, пока вокруг этой деятельности ходим шарлатански. Мы пока лишь имеем некоторое представление о том, как всё это действует. У меня, несомненно, два вопроса встают. Несомненно, они из личной практики. Мне однажды предписали сделать энцефалограмму на фоне допривации сна. Я должен был не спать 24 часа. И меня поражает, почему так тяжело 24 часа не спать. Это очень интересный вопрос. Дни есть я 24 часа могу, я даже не пить могу 24 часа. Почему так тяжело не спать 24 часа? И второе, если говорить о сновидениях. Почему, например, психоанализ, это, в конце концов, лишь одна из школ, но в целом в психиатрии анализ сновидений является одним из основных исследовательских методов. Если это просто хаотичное всплытие тех или иных образов, то тогда здесь не может быть прогностической ценности. А и другое, вот по себе, например, поскольку речь зашла о кошмарах, а кошмары интересуют всех, у кого они возникают. У меня они возникают, у меня на фоне полного отсутствия травмы, я даже специально ходил к таким специалистам, психологам, на фоне полного отсутствия детской или какой-нибудь иной травмы, из года в год перед отрицательными событиями, подчеркиваю, перед, а не после, всплывает один и тот же кошмарный сон. Вот я хотел бы какую-то на это комментировать. Михаил Ильич, вопросов много. Почему тяжело не спать? Три, наверное, вопроса сразу было задано. Почему тяжело не спать? Потому что, как уже мы обсуждали, потребность не заложена генетически, что существует некий внутренний молекулярный механизм, который обеспечивает усиление потребности во сне с каждым часом. И эта потребность во сне, соответственно, к окончанию второй-третьей суток становится очень выраженной, и мы засыпаем. При этом еще играет роль работа внутренних часов биологических. Соответственно, если мы будем идти против того, что у нас заложено в наших генах, но нам все будет труднее и труднее этому противодействовать. Все равно нашему организму нужно получить вот этот вот обязательно кратковременный отдых. В принципе, это, мне кажется, достаточно легко проверить. И даже есть эксперименты, много раз проводились эксперименты на мухах, где показывали, что муха, которая не спала долго, у нее увеличивается количество связей между нейронами. И если она еще дольше не будет спать, у нее еще больше будет этих связей. И это говорит о том, что когда-то нейрон просто обрастет этими связями до такой степени, что он не сможет их поддерживать, у него энергии не хватит. А как только мухе давали возможность поспать, у нее количество связей резко уменьшалось. Оставались только полезные связи, те, которые ведут в нужные области памяти, например. А увеличение – это усложнение структуры. Да, усложнение, но это избыток. То есть когда мы не спим, мы все время получаем новую информацию. И она, вот этот нейрон в итоге перегружает. И если бы мы не спали, мы бы, ну, нейрон бы, не мы бы, нейрон бы прежде всего перестал бы функционировать. Мы спим, нейрон очищается от лишних связей, и может работать следующий цикл, следующие сутки. Это теория синоптического гомеостаза. Называется наиболее сейчас известная теория назначения сна для нервной системы. Но вторая часть вопроса касалась сновидений. Да, ну, я начну с ночных кошмаров, да. Что такое ночные кошмары? Ночные кошмары – это очень негативные, эмоционально заряженные сновидения. А вообще, как известно, среди всех сновидений лучше всего запоминаются именно отрицательные, эмоционально заряженные сновидения. И сами по себе устрашающие сновидения, они патологией не являются, если они снятся время от времени, либо же непосредственно после психотравмирующего события, после какой-то неожиданной ситуации, противоречивой информации и так далее, которую нужно переработать. В ночных кошмарах эта информация перерабатывается, и человек с ней справляется и адаптируется. Бывает иногда, что сновидения, устрашающие сняться непосредственно перед негативными событиями, в этом случае, возможно, сказывается некая внутренняя тревога, напряженность, что человек ожидает этих событий, беспокоится. Например, Карл Густав Юнг, был такой психоаналитик, выделял три классических варианта тревожных кошмара. Это сновидение о несданном экзамене, сновидение с погоней и преследованием, и сновидение с катастрофами и стихийными бедствиями. И действительно, вот я у своих пациентов тревожных регулярно такой тип сновидений наблюдаю. То есть эта актуальность сохраняет эту классификацию? Да, безусловно, она сохраняется. Ну, ещё много других признаков тревожных сновидений. Но тем не менее, что стоит за ночными кошмарами? Ночные кошмары, если они становятся постоянными, регулярными, мучительными, то это уже сигнал тревоги. На это следует обратить внимание. Они могут свидетельствовать о болезни, о неразрешённой психологической проблеме. То есть о чём-то таком, что у человека в жизни неблагополучно. То есть это вот такие звоночки тревожные. Если они постоянные, навязчивые, и часто снятся человеку. Продолжим наш разговор после короткой паузы. Не переключайтесь. Наш мозг – мощнейший компьютер. Есть совы, жаворонки, но есть ещё и дятлы, которые мешают спать этим и другим. В сновидении мозг всё время создаёт модели реальности. Сон – тема нашего разговора сегодня. Сновидение в Священном Писании в Библии уделено очень много внимания. Начиная прям от первых моментов, навёл Господь сон на Адама и создал жену из ребра. И, в общем-то, до последних, наверное, строк Священного Писания. Вот сны, о которых говорил отец Александр, здесь действительно можно объяснить их как-то психологически. Тревожность, состояние организма, заболевает, там ещё что-то такое. Наверное, у каждого это в детстве было, и у меня тоже это было. Но есть другие качества снов, назовём их так, пророческие, которые совершенно не укладываются в разрешение на каких-то психологических вещей. Я приведу простой пример. Совсем недавно, вот в воскресенье, я разговаривал с одной дамой, и вот она рассказала такой случай, как как-то шла на работу и увидела в луже котёнка. Было холодно, там, ноябрь-декабрь, это какое-то время продолжительно назад, было ещё в советские времена. И вот она, он неукал, она такая очень сердобольная человек, но ответственность перед работой у ней превозмогло, и она как бы сказала себе, что ты уж если дождёшься меня на обратном пути, я тебя заберу. Естественно, на обратном пути она не дождалась и стала себя грызть в совести. Что же такое, как и так далее, и тому подобное. Проходит, как она говорила, если я не ошибаюсь, два дня, и ей снится сон. Снится помойка, и снится этот котёнок на этой помойке. Естественно, она сразу вскочила и побежала. Побежала на эту помойку, находит этого котёнка, естественно, умершего. Вот как это можно объяснить? Вот как вот эти вещи можно, скажем так, объяснить с точки зрения религиозной, можно объяснить? А с точки зрения науки? А с точки зрения науки? Ваня Борисовича. Ну, это как бы дискуссия постоянно идёт, что вот можно ли, есть ли вот эти предсказательные сны, да? Кто-то скажет пророческие, кто-то скажет вещи сны. Да, вещи, да. И меня однажды поймали на этом. Я рассказывал свой сон. Я должен был ехать в архив, где история гибели моего отца была. И я видел план, где было как бы нарисовано, что было во время аварии. В архиве я увидел похожий план. И я рассказывал об этом на телевидении. И тут же написали, что вот Дорохов говорит, что есть вещи сны. Я долго думал об этом, что это было. Ведь есть же вариант, что я просто представлял. Я слышал рассказы, что было. И как бы представлял, как могло выглядеть место аварии. То есть, говорить о том, что это вещи, это не нужно забывать, что наш мозг мощнейший компьютер, который всё перерабатывает. Это вот, когда мы говорим, что хаотическое там что-то. Нет, это не хаотическое. А всё-таки пророческие или вещественные? Я бы ещё один термин ввёл, который здесь не использовался ещё. Вероятностное прогнозирование. Да, совершенно верно. То есть, это более наукообразный термин. И для меня вот в этой истории... Это предмет научного интереса? Вот отношение к науке? Это одна из теорий, действительно, назначения сновидений о том, что в сновидении мозг всё время создаёт модели реальности. И он создаёт модели будущей реальности на основании той информации, которой он владеет сейчас, действительно, и осознанной, и неосознанной. Иногда эти модели совпадают. Очень редко. Крайне редко. Да, в большинстве случаев они не совпадают, и получаются такие причудливые модели реальности, которые нам в сновидении являются. Но вот для меня загадкой всё равно остаётся такой вопрос. С одной стороны, мы в сновидениях чаще всего видим то, что с нами раньше было. Особенно после каких-то психотравмирующих событий. У человека прокручиваются эти события вновь и вновь. То есть, есть некий механизм во сне, который обрабатывает то, что происходило в сновидении. Значит, теория неверна. Значит, мозг не занимается в это время вероятностным прогнозированием. Он занимается обработкой того, что было. А с другой стороны, очень редко бывают вот такие, такого рода вещи сновидения, прогностические и так далее, как их ни назови, да, которые действительно как-то могут немножечко нам дать информацию о будущем. Но не может же так быть, что в части сновидения работает один мозговой механизм, а в части другой. Почему не можно? Механизм один должен работать. Нет, программа должна быть одна. Еленсон, ваш взгляд. Я считаю, что очень даже могут совмещаться в сновидениях разные механизмы. Я более того скажу, в сновидениях очень много разных пластов. И одно сновидение можно посмотреть и таким образом, и другим образом, и третье. Оно очень многоплановое. Но все-таки вот эта история про пророческие, кто-то называет их вещами. Действительно, один из самых таких частых и актуальных вариантов объяснения – это вероятностное прогнозирование. Еще Аристотель говорил о том, что сновидения – это мышление, продолженное во время сна. И когда человек домысливает ситуацию, он рассматривает наиболее вероятный прогноз развития событий. А во сне наше бессознательное, оно очень мудрое, поскольку оно освобождено от всех помех бодрствующего сознания, может сконцентрироваться на самом главном и выстроить очень правильный прогноз. Ну вот, например, Цицерон, который в своем философском трактате «Сунц Цепиона» предсказал разрушение Карфагена. Он там и другие многие исторические события. Что это? Вещие сновидения или же это просто вот такая историческая дальновидность? Но есть и другие механизмы, по которым сновидение может сбываться как будто бы. Например, это так называемые самоосуществляющиеся предсказания. Ну, например, человек видит во сне, что он поссорился с другом. Он начинает подозрительно косо смотреть на друга, невольно, абсолютно бессознательно провоцировать какие-то конфронтирующие ситуации. И в итоге это приводит к ссоре. То есть человек сам бессознательно приводит по своему сценарию жизненную ситуацию к исполнению сюжета сновидения. Тогда возникает вопрос, а осознанные сновидения бывают? Осознанные сновидения бывают. Есть такая распространенная загадка-шутка, на какой вопрос нельзя ответить положительно. На вопрос «ты спишь?» Вот осознанные сновидения, они являются исключением из этого правила. Находясь в осознанном сновидении, человек понимает, что он спит. И понимая, что происходящее событие ему только сняться, он может, например, менять сюжет. Или он может в нужный момент проснуться, если это кошмарный сон. То есть это вот такие возможности регулирования, почему они еще называются управляемые сновидения, люцидные сновидения. Потому что человек может управлять сюжетом. Мы стали говорить сейчас о темах сновидения. Вот в приведенном отце Игоре примере ясно, что содержится линейная логика. Что вот ее житейский опыт этой женщины мог бы подсказать, что вот так оно все разовьется. Но мы и из священного писания. И если даже абстрагироваться от священных книг христианства, мы можем вспомнить и другую литературу, в чем доантичную. Осуществляется моральное инструктирование главного героя и осуществляется вне связи с его практической деятельностью. Из новейших таких ярчайших примеров вот святитель Филарет Московский. Глава церковной Москвы 19 века, середина 19 века. Он собирается наказать одного священника за пьянство. Совершенно такая будничная ситуация, отстранить его от службы. И во сне ему является масса людей, которые за этого священника ходатайствуют. Он вызывает этого священника к себе и говорит, ты пьянствуешь, пьянствуешь. Службу хорошо знаешь, плохо. По-славянски хорошо читаешь, плохо. Поешь хорошо, плохо. А что, доброе тебе что-нибудь содержится? Он говорит, ну, не знаю. А людей ты поминаешь? Поминаю. И святитель Филарет для себя решает так, что это те люди, за которых он просил, этот священник некудышный как бы, к нему обращаются. То есть вот факт этой моральной инструкции, факт такого прямого обращения внешних, ну, грубо говоря, каких-то внешних агентов, он никак не связан ни с опытом святителя Филарета, ни с тем, что у нас мысли... Не было, конечно, так, что он во сне сидел и думал, лежал и думал, как бы мне разрешить ту или иную рабочую ситуацию. У него миллиард этих ситуаций было. То есть вопрос в том, мы признаем как возможность полное отсутствие формальной причинно-следственной связи. Или мы всегда должны находиться в рамках такой линейной логики? Вот вопрос. Я вообще стараюсь всегда находиться в пределах линейной логики, поэтому мне трудно искать сновидение что-то необычное. Вадим Ильич. Я не вижу особых противоречий, что он сталкивался с такими священниками не раз, и знал, что даже, как вы говорите, никудышный священник, если он поминал людей, то он делал доброе дело. И эта аргументация как бы всплыла во сне. В переработанной форме. Есть много вопросов, связанных непосредственно со сном. Норма сна. Для чего нужна норма сна? Для того, чтобы поддерживать достаточный уровень активности дневной и здоровья в итоге. Да, действительно, в 2015 году такой был международный консенсус выработан, что для людей среднего возраста, например, рекомендуется иметь не менее 7 часов сна в сутки. Для пожилых людей тоже. 7 часов, внимание. Да, не менее 7 часов. Не менее, а есть какая-то... Есть верхняя планка. Для людей среднего возраста до 60 лет это до 9 часов. Вот между 7 и 9 часами это норма. То есть человек, спящий вот это время, он не испытывает угрызения совести, потому что он спит слишком мало или слишком долго. А вот для людей старше 60 лет эта верхняя планка немножко понижена. 7-8 часов. То есть показано, что люди все-таки старших возрастных групп нуждаются в меньшем количестве сна, чем более молодые люди. А можно ли научиться спать 4 часа, например, в сутки? И высыпаться? Дело в том, что у каждого человека генетически заложен определенный хронотип. И вот эта норма сна, она варьирует в зависимости от индивидуальных особенностей. И если говорить о том минимальном количестве, все-таки, которое необходимо для сна, то это, наверное, 5 часов. А то, что прибавляется, то, что к этому плюсуется, уже зависит от неких индивидуальных особенностей. Ну, вот тут разные цифры. 5 и 7. Ну, это средние цифры, Михаил Горьевич. 5 часов для жизни, да. 7 для хорошей жизни, так можно сказать. Да, совершенно верно. И одному человеку будет достаточно, скажем, 5-6 часов. И он себя будет чувствовать прекрасно. Потому что наш главный критерий – это хорошее самочувствие в дневное время, да. Когда человек доволен своим сном, и он хорошо себя чувствует при этом. Другому человеку будет мало и 9 часов. Кроме того, что закладывается определенное количество сна, закладывается также и хронотип. Вот это вот разделение на сов и жаворонков – это не миф, а это действительно реальность, которая существует. Ну, кроме того… То есть это не придумка тех людей, которые ложатся в 2 часа ночи? Это не придумка. Есть совы, жаворонки, но есть еще и дядлы, которые мешают спать этим и другим. Ну, это шутка. На самом деле, действительно, есть совы и жаворонки. Мы так условно их классифицируем. Но есть еще и голуби, которые относительно легко адаптируются к любому… Тогда возникает вопрос. Если у нас есть совы и жаворонки, почему весь мир живет по графику жаворонков? И вы разделяете вот… Потому что жаворонки притесняют сов. Да. Вы согласны с этой типологией? Нет, на самом деле, в последнее время эта типология расширяется. Там не три типа, а их оказалось несколько больше. Вот мой коллега Путилов как раз предложил такое всеобъемлющее, я бы сказал, представление о хронотипах. Но я хотел бы добавить к этому вопросу, что мы знаем, что есть генетические, короткоспящие люди. Ну и обычно говорят Александр Македонский, Наполеон, Черчилль. То есть люди, которым достаточно было спать 4 часа. Но это исключение из правил. Это генетическое исключение. Это не исключение случайное, а мы знаем ген, который ответственный за это. И в принципе, если такое возможно почему-то, да, то при определенных условиях, наверное, мы можем на это воздействовать. Вот, например, мы воздействуем на сон с помощью электромагнитных воздействий, улучшаем сон. Есть еще методы улучшения сна. То есть можно воздействовать? А как понять, совая или жаворонок? Ну, нужно отдаться на естественное течение дел, да, то есть не вставать утром на работу, да, например, в отпуске. Вот просто-напросто присмотреться, когда вам комфортнее становится ложиться в вечернее время, и в какое время утром обычно вы встаете. И постепенно, когда будет вот этот дефицит сна, который почти у каждого человека накапливается из-за того, что он работает, ограничивает свое желаемое время сна, когда этот дефицит времени, когда этот дефицит сна будет компенсирован, тогда-то и проявится, собственно говоря, вот такая вот сущность этого биоритма. Ну, все время говорят о том, что надо раньше ложиться, там мелатонин не вырабатывается, раньше нужно вставать и так далее, и так далее. Сейчас это очень популярно. И сон до полуночи равен час сна, до полуночи равен часам сна после полуночи. Это говорят, на самом деле, это неверная совершенно такая посылка, хотя в ней есть тоже некий смысл, потому что всегда, когда человек начинает спать, первая часть сна значительно качественнее, значительно глубже второй части. И можно перефразировать, сказать, что час из первой части сна важнее, чем час из последней части сна, потому что последняя часть сна, она более поверхностная. Но как практически это применить? Продолжим наш разговор после короткой паузы. Не переключайтесь. Хороший сон надо заслужить. Человек видит часы, видит, что время подходит ему ложиться в баньки. Они смешные типы. Жаворонка, сонный такой. Сон. Тема нашего эфира сегодня. У меня вот вопрос к специалистам. Ну, с коротким сном понятно. Все мечтают, потому что недооценивают, что такое сон, и поэтому все мечтают мало спать, считают, что это зря потраченное время и так далее. А я сейчас столкнулся с другой проблемой у молодежи. Это примерно 15-18 лет, которые, наоборот, много спят. Они смешанный тип. Жаворонка, сонный такой. Вот они рано ложатся и поздно встают. Вот что это такое? Ну, если речь идет о избыточном количестве сна, то это тоже не очень хорошо. Скажем, если это сон больше 10 часов, это уже всегда как-то вызывает некие подозрения. Нет ли здесь проблемы, которые называются гиперсомнией? Кроме того, вот в подростково-юношеском возрасте есть свои проблемы специфические, связанные со сном, которые как раз характеризуются избыточной сонливостью. В этом же возрасте есть и другие проблемы, так называемый синдром отставленной фазы сна. Когда подростки засыпают намного позже, сначала это связано с ночной такой активностью, а затем они уже при всем желании заснуть не могут. И сон наступает намного позже, и, соответственно, позже наступают утренние пробуждения. И создается такое впечатление, что человек очень много спит. Хотя на самом деле он просто ложится поздно и потом спит днем. Это та проблема, с которой нужно работать и обращаться к специалисту. Если сон – это важнейший процесс в организме, во время которого много чего происходит, то как эффективно спать? Есть ли какие-то правила, советы? Правила гигиены сна. Их никто не отменял. Что нужно ложиться и вставать в определенное время, все-таки соблюдать режим для того, чтобы уже формировался своего рода рефлекс на засыпание. Человек видит часы, видит, что время подходит ему ложиться в вайнике. И действительно, его организм, независимо от его желания, начинает перестраиваться. При этом ограничивается количество стимуляции, световой, например, звуковой. Не нужно прыгать, скакать перед сном. Для того, чтобы организм мог перестроиться на этот уже ночной лад. Для детей, например, мы рекомендуем за 2 часа до сна даже исключить активную деятельность. Но мы же сейчас в телефонах круглосуточно. В телефонах. Надо убирать телефоны. Не нужно с телефонами перед самым сном сидеть и активно взаимодействовать с внешним миром. Научных данных, на самом деле, в этом отношении нет. Но мы рекомендуем за час до сна хотя бы прекратить такое активное общение. Правила эффективного сна существуют ли? Ну, я думаю, что, когда раньше люди работали много физически, гонялись там в прериях за антилопами, у них проблемы со сном не было. То есть, если днем человек активно физически работает, спортом занимается, то большей частью он будет хорошо спать. Я недавно тут с коллегой-профессором обсуждал вопрос сном. Он говорит, Владимир Борисович, вот у меня такая нагрузка преподавательская, что я только до подушки дохожу, уснул и... То есть, усон как следствие эффективности бодроства. Ну, тогда возникает вопрос с бессонницей. Да, действительно, это можно назвать без преувеличения болезнью века. Почти 50% населения периодически или постоянно страдают так называемой бессонницей. Этот термин мы чаще используем в обыденном лексиконе, а в медицинском отношении мы говорим инсомния. Инсомния – это та проблема, действительно, которая связана с нарушением засыпания, нарушением самого сна и плохим самочувствием непосредственно после пробуждения. И вот эта бессонница или инсомния, она бывает острой, то есть ситуационно обусловленной, связанной с теми или иными событиями в нашей жизни, эмоциональными стрессами, болезнями и так далее. И она, как правило, исчезает после того, как разрешается некая ситуация. Есть инсомния хроническая. Вот у инсомнии хронической у нее уже более сложный механизм возникновения. И здесь, кроме причины, непосредственно обусловливающей так называемого пускового фактора, нужны еще и другие факторы. В частности, предрасположенность к инсомнии, определенная предрасположенность как на физиологическом уровне, определенные гормональные состояния, например, избыточная выработка кортизола, и так далее. То есть тот фон, на котором инсомния возникает чаще и легче. И психологическая, например, высокий уровень тревоги. Ну и кроме вот этих факторов предиспозиции, пусковых механизмов, еще важны факторы закрепляющие, те, которые делают нарушения сна хроническими и постоянными. Вот как раз закрепляющим фактором относятся нарушения нашего мышления, так называемые дисфункциональные неправильные мысли, и неправильное поведение. Вот при наличии всех этих трех факторов... А что значит неправильные мысли и неправильное поведение? Неправильные мысли и неправильное поведение. Приведу пример. Какие самые частые неправильные мысли у больных с инсомнией? Чем больше я буду лежать в постели, тем быстрее мне удастся заснуть. И человек часами проводит в постели. А что, не так? Не так. У человека вырабатывается очень важная ассоциация, которая должна быть у здорового человека между постелью и сном. А человек, находясь в постели, занимается чем угодно, но не спит. Читает, смотрит телевизор, разговаривает по телефону, путешествует по просторам интернета, но не спит. И вот эта вот очень важная ассоциация между постелью и сном, она разрушается. Человек, долго находясь в постели, не может заснуть. Еще один пример. Если я не могу заснуть, мне надо только хорошенько постараться. И тогда я засну. И человек старается, напрягается, считает овец, крокодилов и так далее, но заснуть не получается. Ведь что такое старание? Это напряжение. А там, где есть напряжение, там о сне не может быть и речи. Вот это те неправильные мысли. Можно еще привести много примеров, которые закрепляют и утяжеляют нарушение сна. И с ними нужно работать, их нужно перестраивать. То есть что делать? Это то же самое, только в обратном направлении. Совершенно верно, да. А что такое неправильное поведение? Это, например, прием снотворных постоянный. Вот эта беда, к сожалению, с которой приходится сталкиваться, злоупотребление снотворных препаратов, которые уже, может быть, и не помогают, но уйти от них человек не может. И мне, как психотерапевту, приходится с этим постоянно сталкиваться. Еще один пример неправильного поведения – это когда человек начинает экономить силы на бодрствовании. Он боится что-то сделать, боится перенапрячься, боится проявить активность, потому что он боится потом не заснуть. Да, он несет себя, как хрустальную вазу. А мы знаем, что в сомнологии есть такая поговорка, что хороший сон надо заслужить. Чем активнее, полноценнее человек проводит бодрствование, вот об этом Владимир Борисович говорил, тем лучше он спит. Вот это еще одна ошибка. Я хотел бы еще в завершении, Михаил Горькович, просить у вас относительно сна будущего. Вот через, я не знаю, 50-100 лет. Возможно ли какие-то фундаментальные изменения? Я думаю, через тысячу или через пять тысяч лет человек сможет все-таки выявить все гены, которые связаны со сном, с его продолжительностью, и отредактировать геном таким образом, чтобы оптимизировать сон, ограничить его количество, при этом оставить его максимально эффективным. Вот так я представляю себе будущее сна человечества. Ну и сегодня у меня, конечно, нет сомнений в том, как завершить наш сегодняшний разговор. Во-первых, поблагодарить наших гостей. Спасибо вам большое за этот разговор. А во-вторых, пожелать вам спокойной ночи и приятных сновидений. До свидания.